Добрый день, дорогие друзья, добрый день. Продолжаю вам передавать приветы и рассказывать о Варни. Сейчас я посетил... Видите, как тут употребляют... Я тоже употребляю такие редкие слова, как... У нас не говорят, что я посетил. Был. Был. А тут говорят посетил. Только что я посетил любимое свое заведение. Называется Библиотека. Здесь есть книги и, в частности, обои в виде книг. Сейчас я вам покажу экстерьер библиотеки. Вот видите, вот надпись. Библиотека. Да. И тут есть и книги, и есть обои в виде книг. Очень уютное местечко. Столики такие на улице. Есть вот тут второй такой, как бы, полуэтаж. Вот прямо над надписью. Я там люблю сидеть. Там очень уютно. Телевизор. Но я внутри не снимаю, потому что звучит музыка с авторскими правами. Хорошие блюзы, джаз. Но для Ютуба это опасно. Нарушение авторских прав. Вот здесь тоже такие столики. И вот на этом подоконнике. Можно упереться, когда вытаскивали барные стульчики. Такие высокие. Очень уютно можно было расположиться. Вот такой вот экстерьерец. Здесь тихая улочка. Я... Название. О, название. Видите, как? Любин Коравелов. Улица. Очень красивое название. Здесь улица. И вот о чем я вам хотел сказать. В Варнии традиция усопших фотографий и даты вывешивать на деревьях и на подъездах. Но! Посмотрите внимательно. Здесь нету диагноза. Сейчас все взяли себе за моду на фейсбуке. Или еще где-то кто-то там умер из знакомых или родных. И обязательно писать это модное название. Ой, его забрал этот на букву К. А, нафига вот это надо? Потому что люди болели и умирали всегда. Бог дал жизнь. Бог взял жизнь. Зачем нажимать на вот этот вот модный диагноз, скажем так? В Варнии это повсеместно используется. Вот видите, как на дереве вазончики прицепили. Скворечник. Два скворечника даже. Как мило. Очень мило. Если пройти дальше, то мы сейчас посмотрим еще одно вот такое. вот как бы напоминание неизвестно, ну как об усопших. Сейчас подойдем поближе и посмотрим, есть ли там диагноз. Вот, посмотрите. Видите? Не упоминается диагноз. Это было три года назад. Где тут написано рак или спит или еще что-то? Нигде не написано. Фотография, цветочки и воспоминания о безвременно ушедшем человеке. Ну блин, но не писали раньше, не нажимали. Сейчас вас приучили к этому. И вы сидите и нажимаете. Вот я делаю замечание всем, кто нагнетает эту тему. Зачем нагнетать? Зачем напоминать? И тем более то, чего на самом деле нету. Давайте о хорошем. Вот здесь рядом обычной магазин. Рядом с библиотекой. И вот можете посмотреть цены. Для молдаван. Умножаете цену на 10 и получаете цену в молдавских леях. Для всех остальных делите цену пополам, на двое. И получаете примерно цену в евро. Потому что 1 евро это 1,95 лево. Почти 2 лево. Но для упрощения делите пополам, чтобы не заостряться очень сильно. Вот так здесь очень мило. Также здесь расположен напротив любимый мой магазин. То есть стиль любимого магазина моего. Маленький магазинчик такой, видите? Маленький такой. Маленький магазинчик, где помещается 2-3 человека. На улице у них расположены везде кофе-аппараты. Называется кофе-машина. Возле всех магазинов и просто так. Даже не около магазина, а на тротуарах. Размещают кофе-машины. Они находятся на улице. Средняя цена начинается для молдаван от 4 леи. То есть 40 болгарских статинок умножаете на 10. Получаете 4 лея молдавских. Или делите пополам. Это получается 20 евро центов. Ну, в основном 50 статинок для молдаван. 5 лей. Или чуть больше 20 евро центов. Очень красивая улица. Любин, Каравелов. Сейчас я пойду по этой красивой улице, которая ведет к бульвару. Пересекая ту улицу, бульвар скажем так, а не улица, а бульвар. Мы попадаем через Приморский парк. Морскую градину на море. Аккуратно здесь, прямо по курсу. Детский городок. Там качели. Озерцо маленькое. С лодочками. Водными велосипедиками для детей. Аттракционы всякие. Там я не был очень давно, кстати. И вот эта улица. Здесь, с правой стороны, университет Варнинский. Это аудитория или спортзал, я не знаю. Точно потому, что я здесь не учился. Тут очень красивая архитектура. Все первые этажи в Болгарии, это или гаражи, или в основном, это, конечно, магазинчики, парчики, кафешки, фирмочки всякие, офисы. Очень красиво. И здесь мы наблюдаем мостовую. Мощеная улочка. Видите, как она выложена. Я не знаю, сколько ей лет и когда она выложена. Но, судя по всему, очень давно по просадке. Есть местами просадки. Видите такие? Очень красивые улицы здесь. Очень красивые. Вот я здесь остановился, подумать, куда идти, и решил пойти по этой улице. И улица называется Тодор Экономов. Ну... У меня сразу набивается мысль на финансовую тему. Хочу вам показать все, то, что попадается по ходу моего движения. Взору нашему, нашей камеры. Очень мне нравятся болгарские здесь, варгинские дома. Посмотрите. Два этажа со смещением. Как мило. Как мило. Видите? Очень мило. Уютненько. А как спокойно. Машин нету. Ничего нету. Кстати, какие интересные домики. Подъезды. Дворики. Посмотрите. Сейчас наближается праздник. Пасха. Воскресенье Пасха. И город потихоньку начинает как успокаиваться. Становится потихонечку пустым. Если продолжать прямо, 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 то мы попадаем к спортной зале. Это дворец спорта. Если спортную зала перевести дословно, то это спортзал. Но это не спортзал. Это именно дворец спорта Варны. Дворец спорта. 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 Да. И я хочу дойти до одного кафе. Называется Синчец. Здесь вот такие кафешки. Такие маленькие. Не барчик. А именно кафешки. Называется Сладкарница. Ну, понимаете смысл, да? Там всякие пирожные, мороженое. Еще раз пирожные. Булочки. Кофе. Чай. Ну, там же есть и пиво. Там же есть и столики. Раньше в этих Сладкарницах курили. Тоже. Сейчас на улице террасы всякие. Так вот, этот Синчец, это очень старая Сладкарница. Надо сначала до нее добраться. Очень хороший здесь райончик. Такой тихий. И птички поют красиво по-весеннему. Ой, лафа. Как мне нравятся вот эти места в центре Варны. Вообще, очень уютный город. Посмотрите, как красиво. Вот что это, вот я не знаю, Кипарис или Туя. Скорее всего, Кипарис. Кипарис и до 4 этажа. Какие милые балконы. И вот это загругление. Все прелесть. Очень уютно. И вот тут вот эти домики, которые даже 5 этажей и 6, они не длинные, не широкие. Они такие компактные, маленькие. И здесь в Варне не чувствуется этажность. Хотя вот как бы дома везде. Но нету ощущения нагромождения. Как-то вот все по-другому. Как-то все вот очень уютно. Опять же, нашему взору открывается маленький магазин. Алекс. Хопа. Степа. Маленький магазин из такой. И рядом с ним пресловутая кофемашина, кофейный аппарат на улице с прямым доступом. Круглые сутки. Да. Вот я не помню Сенчец. Сенчец. А, нет. Сенчец на следующей улице. Вот видите, тоже кафе на улице, на тротуаре. Издалека, посмотрите, как мило. Здесь сидят на солнышке. На солнышке демократично. Очень большой выбор здесь, конечно. Повернулись вниз. И еще одна кафешка. Видите, как мило. Вон там, видите, столики на улице. Никого нету. Тихо, спокойно, размеренно. Просто лафа. Вот, make, fake, fake, студия. Там, не знаю, парикмахерская, чешу. На улице. Стольники. Люди сидят, все могут выпить кофе. Тут это традиционно возле магазина, всяких фирм. Ставят один столик, пару стульчиков для клиентов. Зонтик. И хопа. Сел в семье. И любуешься. Вот еще один дом с левой стороны. Какой красивый. Посмотрите. Какие красивые двери. Балкон. Бум. Вообще прелесть. И все вот эти приземные этажи. Ну подземные, как это называется. Ой, блин. Я забыл, как это по-русски. Полуэтаж. Или как, видите. Очень уютно получается. Новые постройки. Ну ведь реставрированный дом. Тоже очень миленько. И с левой стороны новые цветочки. Все как положено. Все в лучших традициях. Очень уютный город. Очень. Видите, как я гуляю по центру Варны. И все улочки такие, вот эти квартальчики, скажем так. Они коротенькие. И под разными углами. Особенно в греческой махале. Но греческая махала, греческий квартал. Он вообще супер уютный. В этом плане. Там нет ни одного угла под 90 градусов. Все какие-то разные углы. Из-за чего этого там нет ветра. Ветер просто теряется. И говорит, куда мне дуть. Дуть некуда. И останавливается. И поэтому очень приятно там. Вот мы поднимаемся по этой улице. Где находится сладкарница Синчец. Она чуть-чуть выше. С правой стороны я наблюдаю детскую площадку. И там раньше был овощной киоск. Вот еще один маленький магазин. Посмотрите. Как мило. Демократично просто. И везде в магазинах продаются газеты. Овощи. Такой маленький универсальный магазинчик. Овощи, фрукты. Все дела. Вот. Рядом швейное ателье. И возле швейного ателье. Столик. Видите? Рядом еще один. Наблюдаем. Маленький магазин. Тоже у магазинчика. Два таких простеньких столика. Здравствуйте. Со стульчиками. Можно все спросить. Какой маленький магазинчик. Хопа. Милк. Родопа. Милк. Родопская. Молочная. Кисломолочная продукция. Очень замечательно. Прелесть. И видели. Сейчас еще раз посмотрим. Вот. Вот. Магазинчик. Хоп. Два столика. Стульчики такие простенькие. Рядом швейное ателье. Тоже стульчик. Столик. Можно сесть отдохнуть. Выпить кофе. Вот это мне вот очень нравится. Большой город. Очень большой город. Варна. Он. Примерно по территории. В два раза больше. Кишинева. По площади. Примерно в два раза. И. Примерно. Население. Примерно в два раза меньше. Чем в Кишиневе. Но центр. Очень интересный. Очень. Нечита Кишинева. В Кишиневе. Просто нету. Пешеходных улиц. Только одна. И то она называется. К счастью. Называется. Болгарская. А вот наша знаменитая соскарница. Синчец. Да. И тут реклама. С пятима. Кофе. С пятима. С пятима. Никола. Михайловский. Улица. Видите. Синчец. Вот терраса. Обтянули пленочкой. Вот почему не обтягивать пленочкой. Это самый дешевый вариант. Обтягивание пленкой и террасой. Это если нету стекла и нету денег на подушки и газовые камины. Но зато как приятно. Люди сели и на них не дует ветер. Не залетает дождь. Когда дождик есть. Вот этот интересный перекресточек такой. Я тут раньше тоже, когда был мойщиком стекол, мыл здесь стекла и витрины на этом перекрестке. Вот там. Вот в той фирме, где голубые окна рядом. И чуть-чуть дальше. Ну, центр был моим. У меня было примерно до 25 объектов. Я их обходил. Они все были в центре. Я их обходил до обеда. И после двух часов я уже был, собственно, свободен. Вот это наша улица. На которой находится библиотека немножко дальше. Да. И здесь интересно. Вот там, где, видите, вот такое здание Модерновское. Туда, если повернуть налево, у весьма, 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 весьма уютная улица. Мы туда с вами как-нибудь попадем. А сейчас зайдем, сделаем остановку в Сенчеце и посмотрим, кто здесь работает. Те же самые люди, что и 13 лет назад. Или другие. Видите, название осталось то же самое. Сенчец. Внутри подушки. Все красиво. Лафа. Лафа.